всем привет сейчас мы будем делать горячее блюдо очень вкусное блюдо из фарша в духовке его еще называют стошки в общем для этого нам понадобится фарш у меня здесь 700 грамм можно взять любой абсолютно фарш куриные свиной говяжий какой вам больше нравится картофель две-три штуки сырой 2 луковицы сыр 200 грамм 3 отварных яйца одно сырое яйцо и сметана и так начали и так обжариваем лук обжариваем лук до красивого золотистого цвета лук у нас подрумянился принципе можно выключать эта часть готова отварные яйца натираем на крупной терке дальше немного подсаливаем я делаю это своими любимыми специями буквально чуть-чуть помешаем теперь добавляем сюда 3 столовые ложки сметаны 1 2 и 3 тоже все это перемешиваем сыр натираем на крупной терке сыр у нас готов теперь также на крупной терке натираем сырой картофель к фаршу добавляем одно яйцо соль специи перец все по вкусу перемешиваем делать это удобнее руками фарш можно брать любой у меня сегодня свина куриный пробуем на соль если надо добавляем форму в которой будем запекать смазываем растительным маслом сейчас будем скатывать шарики из фарша вот таким вот образом и укладываем на противень и слегка делаем их плоскими ну вот как-то так уложили наши шарики теперь наверх укладываем лук который мы обжаривали наверх на лук укладываем картофель который мы натерли на терке теперь картофель слегка подсаливаем буквально чуть-чуть вот так вот и наверх сметану нашу перемешанную с яйцом укладываем все это наверх вот таким вот образом и обильно сверху посыпаем сыром вот так вот у нас получилось теперь теперь всю эту красоту мы накрываем фольгой и отправляем разогретую заранее духовку до 180 градусов примерно на 35-40 минут после чего убираем фольгу и где-то 5-7 минут даем сыру зарумянится ждем 35-40 минут вот что в итоге у нас получилось ну давайте попробуем и так пробуем вот такой вот получается в разрезе посмотрите так раз попробуем нежно и вкусно и обалденно если вам понравился рецепт не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал а я желаю всем приятного аппетита и удачи во всем пока пока пока